Пошли нюансы, нюансы пошли. Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит и зовут меня Людмила. Ну что, друзья, как-то немножко я подустала от посадок, пересадок, вот от этой всей кутерьмы. И сегодня видео не про грунты, не про посадки, сегодня видео будет пользительное. Давайте, наверное, поговорим о таком природном стимуляторе, как хлорелла. Сейчас немного снижается, да, вот этот вот хлорелловый бум. Может быть, конечно, я и припозднилась с этим видео, но зимой снимать видео о хлорелле, как ее можно вырастить в домашних условиях, я не стала снимать. Почему? Потому что живую культуру хлореллы нормальные, адекватные продавцы, они зимой не рассылают, потому что это все-таки живой организм, да, и она может замерзнуть, она может замерзнуть. Вот сейчас самое время для того, чтобы вырастить хлореллу своими руками. О, посмотрите, у меня вот там, вот видите, вот это новый лист у монстера вылазит. Так, ну не про монстеру, не про монстеру речь. Я покупала в прошлом году вот такую вот суспензию хлореллы. Вы знаете, когда покупаешь хлореллу, непонятно, да, живой продукт ты получишь или дохлый, который не станет расти. И как можно отличить, на самом деле, когда ты покупаешь хлореллу, там вот на донышке такая взвесь немного, да, образуется. И считается, что у живой хлореллы на стенках такой вот зеленый налет. Забегая вперед, покажу вам его. Вот такой зеленый налет. Но в моей бутылке такого зеленого налета не было. Но, тем не менее, оказалось, что хлорелла пришла ко мне достаточно живой и, как вам сказать, перспективной, что ли. Вот, натуральный биостимулятор для растений. На самом деле, штука очень классная. Очень классная. Но накупиться, да, вот таких вот бутылочек, чтобы тебе хватило на весь поливной сезон в саду и даже для домашних растений. Ну, не накупишься, прямо скажем. Так, давайте, наверное, я вам прочитаю, потому что не очень хорошо видно, да. Стимуляция прорачивания, семена для замачивания луковиц, черенки, прививки, черенки для размножения, активизация рассады или уход за комнатными растениями. Ну, и так далее, да. Ягодные культуры, овощные, плодовые. Поливать можно абсолютно все. Абсолютно все. Я думаю, что о полезных свойствах нет смысла сегодня эту тему затрагивать, если кто-то не знает вообще в принципе, что такое хлорелла. Можете погуглить или напишите мне тогда в комментариях, чем же она так хороша. Я вам сниму отдельный ролик для нее. Я взяла вот такой вот двухлитровый флакон, флакон двухлитровый с хлореллой. Я его выписывала с маркетплейса. С какого точно не помню, это было еще год назад. Также по весне я ее получала. И сразу же я решила вырастить себе достаточно большое количество хлореллы. Но здесь все-таки в этом процессе имеются кое-какие нюансы. И сегодня я вам точно покажу, как я это делала. У меня все получилось. Посмотрите, какая у меня получилась в прошлом году хлорелла. Это еще прошлогодняя. Потому что я ее постоянно обновляла. Я добавляла воды и всех компонентов. И она вот таким вот образом подрастает. Но она у меня зиму простояла. Я ей практически не пользовалась. Как вы помните, я замачивала в хлорелле семена адениумов. Когда в системе это применяешь, вполне возможно, что результат более нагляден. А когда раз от раза, не очень-то он, собственно говоря, и понятен. Я в силу своей безалаберности и бессистемного подхода к подкормкам растений я не увидела такого вот очень хорошего результата от хлореллы. Почему? Потому что я действительно, я не проводила вот эту вот экспериментальную часть. Но я получила очень хороший отзыв. Потому что я частью своей выращенной хлореллы поделилась со своей знакомой. И она действительно провела экспериментальную часть за меня. Но видео на эту тему, конечно, я вам не предоставлю, потому что никто ничего не снимал. Просто в устной форме. Оказалось, что моя знакомая часть перцев, рассады перцев, поливала раствором вот этой хлореллы, подращивала ее точно так же, как я ей сказала. И у нее все получилось. Перцы были в два раза выше. Зацвели они раньше, чем обычные, которые она выращивала в обычном режиме. И хлореллу для них не использовала. И, естественно, завязывание плодов и по вкусовым качествам, и по размеру плодов они были намного выше. Поэтому можно сделать вывод, что не так уж она и бесполезна, да, это наша хлорелла. Ну, вот смотрите, вот это покупная хлорелла. Если ее даже взболтать, она не будет такого цвета. А моя тоже отстоялась. Ну, вот она вот такая. Она более концентрированная, более живая и более такая вот, наверное, действенная, что ли. Так вот, сегодня я вам предлагаю рассмотреть вариант домашней хлореллы. Но в любом случае нам с вами нужно купить живую культуру хлореллы для того, чтобы у нас все получилось. Ее можно найти на любом маркетплейсе, мне кажется. Ее и сейчас продают, несмотря на то, что вот этот вот бум, как я сказала, он немножко спал. Но найти ее можно. Найти ее можно. Для выращивания хлореллы нам понадобится пустая 5-литровая бутылка. Можете взять абсолютно любую емкость. Я ее выращивала и в 3-литровых банках. У меня в прошлом году было использовано... Ну, вот здесь осталось где-то 2,5 литра, да? Ну, где-то отсюда литра-полтора. И еще 2-3-литровых банки я полностью использовала. Не могу сказать, что... Не могу сказать, что вещь бесполезная. Но я еще раз повторюсь, что я не сравнивала растения с хлореллой или без. Ну, давайте одним словом попробуем ее вырастить в этом году. Заодно посмотрим, насколько через год хлорелла осталась жизнеспособной. Или все-таки лучше купить свежую от производителя. Если у меня все получится, результат я опубликую, скорее всего, в посте в Дзене или сниму для вас еще одно видео про хлореллу. По крайней мере, по результатам, что у меня получилось. Так вот. Ой! Все, убежала у меня канистра. Нам нужна вот такая вот канистра. И нам необходимо до плечиков налить в нее желательно мягкой воды. Есть дождевая, шикарная. Есть снеговая, замечательно. Если нет, не такой, не такой. Ну, вот кипяченую я бы использовать не стала. Лучше фильтрованную. Лучше фильтрованную. Потому что в кипяченой воде не так уж много кислорода остается. Да ведь? Сейчас я налью, и мы с вами продолжим. Вот. Приготовила я водички. Но воды я налила, вот видите, до последних, до верхних вот этих вот. Господи. Ну, бороздок. Бороздок. Теперь для питания, для успешного, хорошего роста хлореллы ей нужно питание. Да? Я использовала вот такой препарат. Это фертика люкс. Вот такая. Фертика люкс. Азот, фосфор, калий, марганец, молибден, цинк. Ну, в принципе, других микроэлементов я не добавляла. На чистой фертике. Мне нужно на эту бутылку добавить чайную ложку фертики. Вот так. И, естественно, я ее сейчас растворю. Так, давайте посмотрим на рекомендации производителя. На-на-на. При попадании в глаза. Одну столовую ложку на 10 литров. 20 грамм, да? У нас получается 4,5 на 5 литров. Но, в принципе, вот эта концентрация достаточно высокая получается. Можно положить и поменьше. Можно положить и поменьше. Но, вот смотрите, даже если мы будем вот таким готовым раствором прямо в чистом виде, да, поливать наше растение, ничего катастрофичного не случится. Во-первых, хлорелла переработает имеющиеся минеральные вещества в нужную для растений форму. Ну и концентрация, она также не превышена. Не превышена. Надо было растворить, конечно, ее в отдельной емкости. Но она уже разошлась. Она уже разошлась. Не так уж и много. И сюда, вот в эту емкость, я добавлю 300 мл своей домашней хлореллы. Потому что я ее уже подращивала. Вот. Видите, она изначально получается зеленая. Она изначально получается зеленая. У меня она получалась бледнее, естественно, потому что я первый раз использовала вот эту от производителя. И теперь можно даже не перемешивать. Че уж там перемешивать, да. И теперь для успешного выращивания хлореллы нам ее необходимо, ну, лучше бы, конечно, оставить в открытом виде. Не накрывать плотно крышкой. Потому что дышать хлорелла должна. Это все-таки, как-никак, а живой организм, да. Которому для успешного произрастания необходимы не только углекислые газы, минеральные вещества, но и, естественно, кислород. Я, по большому счету, выращивала... В прошлом году у меня было место на стеллажах, но я поставила ее поближе к оконному стеклу. У меня здесь оазис мой южного направления окна в основном. Но первая неделя, когда я выращивала вот эту хлореллу, да, пошли нюансы, нюансы пошли. Первая неделя была достаточно пасмурна, и моей хлорели не хватало света для того, чтобы начать расти. Как это будет выглядеть? Во-первых, на поверхности начнут появляться мелкие пузырьки газа. Вы это увидите. А во-вторых, она начнет зеленеть. Она начнет становиться более интенсивно зеленого цвета. У меня так не сложилось по одной простой причине. Целая неделя была пасмурных дней, и я смотрю, уже поверху начали появляться такие белые хлопья, знаете. Но я вам, наверное, не смогу сейчас передать, потому что вы в баклаборатории не трудились. Но когда заселяется кишечная палочка, такая немножко неприятная, беловатая слизь такая образуется на поверхности, в этом нет ничего страшного. По идее, да, ее быть не должно. Но у меня не повезло с погодой, и первое, что начало развиваться, это кишечная палочка. Это вполне нормальное явление. Но когда пришли солнечные денечки, буквально за 2-3 дня хлорелла эту кишечную палочку победила и начала развиваться очень интенсивно. Результат мы с вами видим вот здесь. Вот здесь. Она ярко-зеленого цвета, темно-зеленого. Всю зиму я ее не подкармливала, и всю зиму она у меня стояла, да, в близком, как скажем, недалеко от солнечного света. То есть она не должна была погибнуть, но и развиваться ей было, не было никакой возможности, потому что я ее не подкармливала. Дополнительного питания я ей не давала, водички я ей не доливала. Вот. Так вот, ждем какого результата. Во-первых, на стенках, на стенках емкости, в которой мы выращиваем хлореллу, должны начать развиваться вот такие вот, как вам сказать, зеленая пленка. Зеленая пленка. Видели, наверное, как в стакане или в емкости с водой летом развиваются сине-зеленые водоросли. Ну, хлорелла примерно то же самое, но она будет не такими ни нитками, ни хлопьями. Она будет выглядеть вот так. Вот так. При взбалтывании она становится примерно однородной. Но вот у меня она за зиму осела на донышко, жидкость стала практически прозрачной. Практически прозрачной. При взбалтывании, да, снова получается суспензия, снова получается взвесь. Что можно сказать еще? Напомню, да, что для успешного выращивания хлореллы ей что нужно? Ей нужен свет, ей нужно питание и тепло. Все, больше ей ничего не надо. В холод ее, конечно, не ставим. Летом, если будет такая необходимость, вы ее можете поставить где-то в теплице, да, где на нее будет хотя бы часть дня попадать солнышко. И не забывайте, что горлышко бутылки мы не закрываем. Кто-то укладывает хлореллу на стеллаже. Сейчас покажу. Покажу, чтобы все было понятно, да. Вот таким образом. Да, здесь есть воздушный пузырь и хлорелла может дышать. Но периодически все-таки ее нужно тогда открывать, проветривать. И когда хлорелла лежит вот в таком виде, на нее падает максимальное количество солнечных лучей. Ну и стоя, стоя она тоже прекрасно растет. Прекрасно растет. Напомню, что у меня под искусственным освещением хлорелла поначалу не получилось, но когда вылезла в окошко и стала светить солнышко, она прекрасно пошла в рост. И если вам будет интересно на результат, пойдет ли моя хлорелла расти через год вот из этой культуры или она окончательно погибла и можно допользовать и снова заказать нужно будет живую. Напишите мне в комментариях, если вам такой результат интересен. Нужно ли продолжение темы про хлореллу? А на этом я, наверное, закончу свое сегодняшнее повествование. Запомним емкости. Вот такими. Вот. Это моя домашняя хлорелла. Видите, какой цвет? Это хлорелла от производителя. Тоже прошлогодняя. Вот именно из нее я выращивала свою. И вот эта бутылочка, она свежезаправленная. Ее нужно поставить на свет. Чтобы моя хлорелла также успешно подросла и стала пригодной к употреблению. По большому счету, она и сейчас пригодна. Правда же? Единственное, что она сейчас просто как минеральное удобрение, потому что она не успела переработать предоставленные ей минеральные вещества. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. А с вами была Людмила, Оазис, Миссис Смит. Успешного вам выращивания хлореллы на нужды наших любимых растений. Все. Всех люблю. Всем пока-пока.